здравствуйте уважаемые слушатели еще раз тема нашего сегодняшнего вебинара это театральная деятельность дошкольниками ну давайте немножечко познакомимся меня зовут Ольга Магонова я являюсь педагогом психологом и педагогом дополнительного образования сфера в моей деятельности это по большей части дети с нарушениями в развитии и дошкольное образование хотелось бы немножечко узнать о вас вы можете в чате тоже написать из какого города и ваша специальность возраст детей с которыми вы работаете ну а пока мы с вами начнем по поводу нашей именно непосредственно театральной деятельности с детьми дошкольного возраста дошкольный возраст как мы все с вами знаем это один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека то есть те навыки тот фундамент который будет у нас создан то основа в дошкольном возрасте до по развитию и высших психических функций и навыков этот фундамент будет дальше хорошей основой для того чтобы накладывать на него другие навыки и другие умения и знания именно в эти годы мы с вами знаем что закладывается основы здоровья гармоничного умственного нравственного и физического развития а также у нас формируется личность человека поэтому так важно что самого раннего детства мы будем приобщать маленького человека к театру литературе живописи и всему прекрасному а чем раньше мы начнем это делать а тем больших результатов мы с вами на опять же этой основе можем достигнуть тут вот вижу краем глаза что это воспитатели наверное я вижу дефектолог и библиотеки есть кукольный театр замечательно сегодня мы с вами поговорим не только о кукольном театре сегодня мы с вами еще поговорим о сенсорном театре и музыкальном а потом у меня еще есть небольшое видео я вам покажу как проходит сенсорный театр на совсем коротенько как такая съемка небольшого сенсорного театра в частном центре и давайте поговорим с вами именно о театре о прекрасном слайдов будет мало буду по большей части информация будет та которую я буду говорить и проговаривать а если говорить о сенсорном театре то он появился в великобритании как не казалось бы странным но более 30 лет назад у нас в россии он только как сенсорный театр начинает развиваться он только входит в наши учебные учреждения на дошкольные учебные учреждения в нашем городе сенсорный театр он организован на платной основе это есть несколько человек которые дают представление за определенную плату но повезло детям которые находятся в саду какие-то представления они для сайт но для садовских детей делают это бесплатно то есть когда им нужно как бы проверить этот театр они приезжают и показывают как я уже сказала что сенсорный театр появился в великобритании более 30 лет назад он был для зрителей которые не могут видеть слышать или следить за действием происходящим на сцене она сцены как таковой а в этих театрах в сенсорных нет есть общее пространство есть зрители участники и актеры участники и история самого театра сама история сама постановка она рассказывается на языке музыки на языке тактильных образов ритмов ароматов а главное момент это что что зрители не просто смотрят театр да не просто смотрят представление они являются а именно участниками и происходит определенный диалог между актерами и зрителями и создатели этого театра говорят что каждый раз случается чудо ребенок для которого театр вроде бы совсем недоступный вид искусства мы сами понимаем что дети с нарушениями либо дети всего возраста они не могут долго концентрировать свое внимание они не могут долго просто сидеть и смотреть а тот театр который они включены интерактивный театр где они могут это потрогать попробовать почувствовать это все дает им возможность ощутить ту красоту а и те эмоции которые дает обычный театр но взрослого даже человеку основатель театра и художественный руководитель театральной компании тем веб он получил почетный орден и даже от королевы великобритании за развитие сенсорного театра и достижения сферы искусства в 2017 году благодаря сотрудничеству театральной и его театральной компании фонда поддержки слепоглухих соединение сенсорный спектакль для маленьких зрителей с любыми возможностями он появляется у нас в россии а только в 2017 году он плотно входит в нашу страну и уже совместно с больничными клоунами театры начинают показывать в больнице и его показывают в реабилитационных центрах в детском доме слепоглухих сергиевом посаде и театр театр уже входит в нашу страну и а начинает распространяться создатели театра сенсорного театра говорят о том что они создают компа они создали компании в 1981 еще году когда один из них был актером 2 был музыкальным директором и так продолжается по по сей день они долгое время ставят спектакли для детей от двух до пяти лет и я сейчас немножечко расскажу историю почему расскажу историю сразу поясню потому что многие говорят что это невозможно театр для возраста детей от двух лет или театр для детей с особыми образовательными потребностями театр для детей с нарушениями многие говорят что это невозможно сейчас хочу поделиться вот именно историей создания сенсорного театра чтобы вы но тоже кого прониклись и поняли что это действительно возможно здесь говорят им говорят о том что театр для детей от двух до пяти это такая вещь которая не совсем возможно и говорят им о том что приходит к ним преподаватель специальной школы с просьбой создать постановку для учеников а когда они увидели учеников школы они понимали что там дети от 3 до 19 лет кто-то из них только начал самостоятельно одеваться и произносить первые слова а кто-то уже готовился вступить во взрослый мир и уже начать своей жизни а кто-то не мог ходить кто-то говорить слышать видеть у кого-то были когнитивные расстройства и у кого-то даже аутизм честно говоря они растерялись они понимали что в такими детьми они не работали а но потом стали больше изучать эту тему понимать что если у человека нарушен один из органов то другой компенсаторный а и значит он гораздо сильнее может опираться на другие чувства здесь у них возникает идея о создании мультисенсорного театра в которой а зритель станет непосредственным участником спектакля непосредственно у нас в нашем городе сенсорный театр он ну как бы сами театральной постановки они не только сенсорные вот сегодня я вам покажу кусочек сенсорного театра с крупой а еще есть театры при с применением воды музыкальные театры о них мы тоже сегодня с вами поговорим познакомлю их с вами и они говорят о том что им говорят ну когда они начали заниматься театром для детей младше пяти лет им говорили это невозможно потому что малыши не сидят на месте они капризничают они пугаются собственной тени а они но при этом создатели сенсорного театра были уверены а если дети будет расти в окружении доброго и светлого красивого и яркого то у них жизнь будет счастливей и интересней после чего они придумывают у постановки короткие постановки которые увлекают даже самых маленьких зрителей и доказывают что невозможное возможно а и потом перед ними появляется задача тоже очень сложная им говорят опять же что они не смогут ничего сделать да в дальнейшем это создание театра а для особенных детей им опять говорят что ну невозможно и экономически говорят что это безумие это очень затратно а и театр создается сначала на маленькие аудитории то есть это шесть детей 6 артистов но они верят свое дело и сейчас даже есть театр который проходит на батутах она опять же это тоже финансово очень затратно и если говорить о театре да то что же такой театр это синтетический вид искусства знакомясь с языком театра ребенок погружается в мир литературу музыки изобразительного и других видов искусства то есть с искусством мы с вами ознакомим детей с начиная с дошкольного возраста а театр это коллективное искусство занимаясь театром ребенок учится плодотворному взаимодействию с большим и малым социальными группами овладевает навыками коллективного творчества также у него развивается прошу прощения развивается воображение и фантазия чему уже способствует театрализованная деятельность театрализованная деятельность а способствует формированию нравственной модели поведения в современном обществе то есть театр у нас не просто представление да но и формируется наш у наших детей нравственность обогащение культурной жизни младшего школьника или же дошкольника а приобщение к духовным ценностям есть и театры сенсорные сенсорные театры постановки которых направлены допустим на ну цель развития патриотических чувств да все мы это с вами знаем возможно там подключение а то ли о толерантности и так далее а знакомство ученика или же ребенка да с детской литературой музыкой изобразительным искусством правилами этикета и традициями своего народа а именно традиции именно сохранение культуры сохранение ценностей театр делает большой вклад и при помощи театра в такой игровой деятельности да это сохранить культуру привить ценности будет сделать намного проще а также совершенствование навыков воплощения в игре определенных переживаний формированию фантазии побуждению к созданию образов новых героев а здесь у нас ребенок если это вот сенсорный театр или если это просто театр да он должен перевоплотиться а он должен прожить те или иные переживания он должен это прочувствовать в театре театр помогает это сделать помогает отыграть ту или иную роль и почувствовать себя в какой-либо другой роли а театральное творчество близко ребенку по двум причинам неважно какого формата это будет театр это может быть обычная театральная постановка это может быть кукольный театр это может быть теневой театр это может быть сенсорный театр и так далее но ребенок будет воспринимать это все близко во первых это вид а творческой деятельности который основан на действии совершаемым самим ребенком я уже говорила о том что а для детей младшего возраста до допустим меня ребенок ходит в театр года два в свой интерактивный в сенсорный а мы понимаем что возможно что то там не понимает совсем но включение именно в сенсорной деятельность это уже а творческая деятельность это уже развитие а во вторых когда дети у нас уже постарше близко театральное творчество потому что это дома драматизация она непосредственно связано с игрой а игра нас ну мы все с вами знаем да что игра это у нас ведущий вид деятельности у детей дошкольного возраста а то есть корень всякого детского творчества а при помощи игры у нас ребенок и познает и узнает мир игра развивает и тренирует определенный тип воображения необходимые для восприятия искусства как я уже сказала что а дошкольный возраст это основа это фундамент а того тех навыков которые мы будем формировать уже в более старшем возрасте то есть если у нас хорошо будут отточены навыки у меня точно как бы если у нас будет хорошая основа да то уже на эту основу на этот фундамент будет легко добавить или иные навыки в ходе игры необходимо ребенку создать воображен в воображении игровую ситуацию а придавать предметам условный символический смысл мы все с вами знаем да что в театре есть предмет и заменители если настоящие но при этом воображение и творческая деятельность ребенка развивается основной язык театрального искусства это действие действие основанные основные видовые признаки диалог и игра да как я уже сказала что если это интерактивный театр если это центр театр то а есть актеры участники их дети участники до зрителям то есть здесь не просто актёры и зрители когда а у нас актер по одну сторону стенд для зрителя по другую а здесь идет взаимодействие здесь идет диалог и здесь идет интерактив а эти особенности делают театральное искусство особенно близким детям, поэтому игра является для дошкольников ведущей психологической деятельностью. Театр – искусство, обращенное к самым различным социальным слоям, поэтому детская театральная студия может объединить под своей крышей детей с самыми разнообразными интересами и способностями, а плоды работы могут быть интересны широкому кругу как юных, так и взрослых зрителей. Если это сад, то, допустим, дети подготовительной группы могут готовить какие-то театральные постановки для детей младших групп. Если говорить о театрализации, театрализация, использование средств театра в педагогическом процессе, театрализованная игра, элемент театрализации является гармоничным сочетанием театрального искусства, то есть условность атрибутов, особенности произношения речей с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения, то есть это коллективность, распределение ролей и необходимость педагогического руководства. Это если мы говорим с вами о том, когда дети будут ставить театральную постановку. Основа театрализации это образность, это может быть реальная и художественная, которая позволяет отобрать средства художественной выразительности, выстроить сценарную логику, то есть выстроить сценарий. Как я уже говорила, сенсорный театр появляется более 30 лет назад, он доступен сначала зрителям, которые не могут видеть и слышать. В 2017 году театральная компания, театр сенсорный приходит к нам в Россию. И я уже говорила о том, что очень часто создатели компании говорят, что это невозможно. Но когда они вспоминают, что им говорили о том, сенсорный театр невозможно, они оборачиваются назад и все равно делают. Они говорят о том, что приезд даже в Россию, это тоже очень сотрудничество с Россией, для них тоже рискованный поступок, потому что было очень сложно заинтересовать русского зрителя. Создатели театра не понимали, получится ли это у них или нет. И они никогда не работали со слепо-глухими детьми. Но они понимают, что театр – это творческая деятельность, это первый момент. О том, что они живут этим, и они готовы передать то чувство, то любовь к театру и передать ее детям, которые тоже на их счет нуждаются в этом. И вот появляется шанс проверить язык сенсорного театра для новой аудитории. И создатели, естественно, соглашаются. И одна из версий спектакля – это спектакль для слепо-глухих детей. Здесь они понимают, что не будет барьера языка, и сенсорный театр включают и проводят у нас в России. И довольно часто артисты этого театра говорят, что сцена исцеляет. Создатель театра говорит о том, что у него есть друг, пианист, который очень сильно заикается, но при этом, когда он поет на сцене, когда он включен в театральную деятельность, у него все проходит очень хорошо. И после чего театр подключают для детей с расстройством аутистического спектра. Наверное, вы заметили, что сейчас очень резко возрос процент именно детей с расстройством аутистического спектра. И они включают тоже спектакли для детей с нарушением аутизма. Их нельзя сравнивать. Они говорят о том, что если взять тысячу человек с аутизмом, мы тоже с вами это понимаем, что каждый из этой тысячи будет разным. Но если все-таки провести генерализацию, то можно увидеть, что многие из них не чувствуют себя в безопасности. Больше переживают, когда встречаются с новыми людьми, с новыми обстоятельствами. Их пугает непредсказуемость. И для них очень странное место театр, в котором они никогда не были раньше. Что же делают создатели для того, чтобы дети с расстройством аутистического спектра воспринимали лучше их театр. Они высылают видео, где наглязно показывают, что увидят, когда придут на спектакль. Показывают актеров, рассказывают историю. Говорят о том, что можно будет спеяться, аплодировать. И так далее. Поведение, они говорят о том, что естественно воспринимается. И как мы думаем, для нас может быть это естественно. А для человека с расстройством аутистического спектра это немножечко иначе. И именно поэтому важно в визуальной форме объяснять и проинформировать о форме того опыта, который получают люди, склонные к высокому уровню тревожности. Что касаемо детей с аутизмом, когда у нас проходил сенсорный театр, был ребенок, у которого поставлен диагноз расстройство аутистического спектра. Но он социально адаптивен. Он довольно-таки активно участвовал в постановке. Поэтому нельзя говорить о том, что, допустим, дети с особыми образовательными потребностями не воспринимают театральную деятельность. Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажа. И в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки. Просто сообщаемые и усваиваемые. Если с вами говорить именно о театрализации, одной из основных задач в ГОС является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Это у нас прописано в наших стандартах, в том числе их эмоционального благополучия, указывая на создание благополучных условий развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, эти и другие задачи решаются в процессе именно музыкального и театрального развития дошкольников. Несмотря на то, что музыкальное развитие норм в стандарте образования включено в состав художественно-эстетического блока, в каждой из вышеперечисленных образовательных областей можно выделить именно музыкальное развитие. И музыкальные театры тоже дают большую эффект, большую заинтересованность в деятельности с дошкольником. Процесс музыкального воспитания и театрального включает в себя виды музыкальной деятельности, в том числе и театрализацию. В занятиях театра, в занятиях и музыкой, и театра театрализация должна занимать весомое место наряду с другими видами деятельности. Она оказывает большое влияние на развитие у ребенка, на творческие способности и на образное мышление. А мы все с вами понимаем, что это очень, опять же, важная основа и важный вид деятельности для дошкольников. В процессе театрализованных игр происходит интегрированное воспитание детей. Они обучаются выразительному чистению, пластике движения, пении, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности, применять собственные возможности и собственные способности. Элементы театрализации могут быть использованы как при проведении развлекательных мероприятий и праздников, так и на основных занятиях, начиная с младшей группы. Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки, которые дают яркий, широкий, многообразный образ мира. Участвуя в театрализации, в драматизации, ребенок как бы входит в образ, воплощается в него и живет его жизнью. Если говорить о театрализации, и когда мы с вами можем применять ее, то театрализацию в работе с детьми необходимо применять уже с самого младшего возраста. Малыши с радостью изображают небольшие стенки, повадки животных, имитируют движения голоса. И с возрастом мы просто усложняем детальность и театрализацию сами действия. В целом необходимо добиться, чтобы дети умели передавать настроение, менять мимику. И большое внимание необходимо, опять же, уделять речи ребенка. Сейчас, наверное, вы как воспитатели, как логопеды, как педагоги заметили, что речь нынешних детей очень страдает. Это, опять же, наша гаджетизация, включение гаджетов, интернет, замена, возможно, развитие мелкой моторики какими-то видеофрагментами и так далее. Мы от гаджетов, мы от интернета, видео и всего этого уже не уйдем, но мы должны немножечко корректировать этот процент. То есть развитие мелкой моторики, опять же, у нас никто не отменял. Если говорить о театрализации, то в более старших группах нужно добиваться выразительной речи, развития представления о нравственных качествах, о правилах поведения зрителей. И если это спектакль, да, о правилах поведения зрителей на спектакле, если это наш стандартный спектакль. А здесь при помощи театрализованной деятельности дети могут, если они сами играют, да, проиграть ту или иную ситуацию, если они за ней наблюдают, они учатся выражать свое отношение к происходящему, к той или иной ситуации. А также театрализованная деятельность способствует к психическому и физическому развитию детей. Позволяет, как я уже сказала, в рамках игры узнать о нормах, правилах и традициях в обществе. И здесь театральная деятельность может включать в следующие моменты музыкального развития. Да, это наши музыкальные театры. К сожалению, видео не смогла загрузить по музыкальному театру, по центру, но мы сейчас посмотрим. Здесь театральная деятельность может включать следующие моменты. Это инсценировка песен, то есть когда у нас идет песня, и дети выполняют те или иные движения, элементы и проигрывают эту песню. Театральные этюды, развлечения, фольклорные праздники, сказки, мюзиклы, водевили и театрализованные представления. А все это мы можем с вами использовать на наших занятиях. Кроме слушания и пения, я уже говорила, что мы с вами можем использовать следующие моменты. Театральная деятельность позволяет решать многие воспитательные задачи, которые касаются, опять же, формирования выразительной речи, интеллектуального, нравственного и художественного развития. Роль музыки в театральных постановках. Почему важно включать музыку в театральные постановки? Детские спектакли приобретают особую окраску благодаря использованию музыки и звуков. Песни и танжицы, также музыкальные фоны в некоторых спектаклях играют не менее важную роль, чем слова. Можно даже передать те или иные эмоции при помощи музыки, при этом не подключая речь. Существует ряд правил и ограничений по подбору разучивания музыкального репертуара детьми дошкольного возраста. Например, в каждой возрастной группе детей-дошкольников благодаря возрастным особенностям соответствует свой диапазон пения. Поэтому это тоже необходимо учитывать. И это тоже необходимо просматривать и оценивать. Если мы с вами говорим о сенсорном театре, его не случайно называют театром ощущения. Это ведь театр. Мы с вами с музыкальным немножечко закончили. Теперь поговорим с вами о сенсорном театре. Кто-нибудь из вас использует именно интерактивный музыкальный театр или интерактивный сенсорный театр? Можете написать в чате. Еще немножечко вернусь к музыкальному театру. Как происходило, это у нас крайний спектакль, который у нас вставили. Это был спектакль про Савенка. Мама всегда рядом. Дети получали музыкальные инструменты. Это ложки, ксилофоны и так далее. И они могли подыграть. У нас педагог играл и на домре. При этом педагоги стремятся, чтобы вся музыкальная деятельность была не записана на диктофон. А чтобы музыкальная деятельность была естественной музыкальной инструментой. А если говорить о музыкальном театре, это был большой барабан. Это были, как я уже сказала, домра. Это был ксилофон, ложки. И при помощи этого дети были тоже включены в музыкальную деятельность. Ну, давайте вернемся к стационарному театру. Его не случайно называют театром ощущений. Это вид театра способствует формированию позитивных ощущений от процесса социализации и усвоения морально-нравственных норм. Да, вот пишет, не используем. Но надеюсь, что после сегодняшнего вебинара вы какие-то элементы будете использовать. Это очень интересно. Сейчас я покажу кусочки видео. Как я уже говорила, что к театру и к литературе необходимо приобщать всеми способами и использовать их. Однако, как средство, но не как цель. Сенсорный театр – это театр ощущений. Применение сенсорных символов позволяет более ярко почувствовать и прочувствовать те сказки и пьесы, которые выбраны для постановки. А посредственно сформировать более яркие впечатления и представления. И сенсорные театры, они очень часто подключают развитие морально-нравственных ценностей. Сейчас мы все с вами понимаем, что ценности такие, как родина, семья, дружба, здоровье, честность, добро – эти ценности, они как бы непоколебимы. Они должны быть привиты всегда нашему обществу. И при помощи сенсорного театра их можно развить и привить детям. Вот Дмитрий пишет, к сожалению, не все сказки обязательно содержат моральные уроки. Некоторые могут быть просто развлекательными. Да, я говорила о том, что не обязательно, но мы же все с вами даже понимаем, если это просто даже развлекательная сказка, то все равно есть определенный… Ну, не умысел в этой сказке, да, есть определенная ценность этой сказки. Ни одна, наверное, сказка у нас не создана просто так, без такого момента обучения. Естественно, мы все с вами понимаем, что театральная деятельность – это и развлекательная деятельность. Конечно, да. Ну, давайте посмотрим с вами. Сейчас я попробую подключить файл, воспроизвести его. То, как происходит у нас на наших занятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, вот такого плана проходит у нас наше представление. В этом представлении использовано 40 килограмм крупы. Дети, ну, даже и взрослые, вы там видели в конце, вызывает большие положительные эмоции. Дети полностью включены в спектакль. Как проходит сама, ну, сам спектакль. Попробуйте, не знаю, потом сейчас отступлю, кто-то пишет «Не видно» и у кого-то зависает. Смотрите, скорее всего, это со стороны, с вашей стороны вопрос к интернету. Вы сможете потом в записи посмотреть в ВКонтакте или на YouTube. Выйдите и посмотрите, вот этот буквально кусочек, это ближе к концу уже будет. Сейчас отвечу на вопрос Юлии. Юлия, это видео снято в моем частном центре, да, там есть сенсорная комната. Это не госсад. В госсаду просто пространство группы застилают, там просто не видно прозрачная клеенка, прозрачная пленка, которую там на огороды покупают, застилают полностью пол. И для того, чтобы крупа потом, ну, ее можно было очень оперативно так собрать и убрать. Также сами дети помогают убирать эту крупу, потому что в конце ставится такой маленький, небольшой сухой бассейн, куда детям при помощи там лопаток, ведерок и другой помогающего инструмента предлагается собрать эту крупу в этот бассейн. То есть дети уже к концу спектакля, участвуя в нем же, они включаются в деятельность. То есть, знаете, такое-то здоровье-сберегающие технологии для педагога. Вроде бы дети поиграли, но при этом они и собрали всю эту крупу в бассейн. Они и сами поиграли, и вам помогли. Что касаемо, да, Людмила, спасибо, дети действительно, там и дети, и взрослые очень довольны. Смотрите, как происходит сама постановка этого спектакля. Вот вы видели в самом начале, там два воспитателя, они выступают, они выступают, и сам спектакль длится, ну там 12 минут, это максимум. Но при этом дети, вы видели, да, что там наша гусеница находит через яблоки, груши, они включены в интерактив. То есть, они не просто зрители-наблюдатели, да, они могут встать, походить, когда летает эта бабочка, они могут подойти под эту ткань, то есть, потрогать ее и так далее. То есть, в этот момент дети не просто зрители, они уже включаются в интерактив. Если дети более старшего возраста, то можно посчитать эти там яблоки, груши, апельсины и так далее. Здесь, буду параллельно отвечать на вопросы, и потом вернемся к тексту. Человек в группе, именно вот в этой группе до 8 было детей, но ставят и на большие группы, где, ну побольше там 18-20 человек, тоже именно вот эту сказку «Голодная гусеница» ее ставят на довольно-таки большое количество детей. Здесь, да, разный возраст, здесь возраст детей, вот один и два, самый младший ребенок, и самый старший ребенок, это 5 лет. Какие есть правила ограничения в работе сенсорного театра? В принципе, как таковых жестких правил, из-за таковых жестких ограничений нет, если это только какая-то там индивидуальная непереносимость чего-либо. Так, ссылку на группу, чтобы познакомиться с работой, я могу вам немножечко позже, тогда дам ссылочку, если разрешат мне ее дать. Ну и что, если есть какие-то вопросы, вы сейчас их задавайте параллельно, потому что будем уже немножечко завершать наше с вами общение. Ну давайте вернемся к нашему сенсорному театру, да, это могут быть, как я уже сказала, театры и такого плана. Он вроде бы, он развлекательный, да, но при этом это «Голодная гусеница». Здесь у нас опять же идет и поучительный момент, то, что с гусеницы у нас, с куколки, да, превращается в прекрасную бабочку, да. Сначала она у нас просыпается именно гусеницей, которая хочет есть, она кушает и через определенный момент времени, да, она превращается в прекрасную бабочку, да. После чего у нас там вырастают цветы, просто нет этого фрагмента на видео, где дети тоже в интерактиве, они сажают цветы в клумбу. И после чего наша эта бабочка, она прилетает тоже на эти цветочки, да. Здесь вроде бы и развлекательный момент, и опять же поучительный и образовательный момент. Также в сенсорных театрах используются все стимула, да, вкус, если есть такая возможность, да, дать, попробовать что-либо на вкус, опять же, звук, цвет, ощупь. И это способствует благорожащению сенсорного опыта и формированию, опять же, устойчивых интересов. Дополнительным стимулом может стать посильное участие дошкольников, опять же, в изготовлении необходимых для постановки либо костюмов, либо декораций и так далее, да. Тоже дети при постановке сенсорного театра, мы можем им на занятиях предложить выполнить те или иные элементы, выполнить тот или иной подготовительный материал. Также можно использовать различные виды ткани и предлагать детям, допустим, сравнивать эти ткани во время выбора, допустим, искусственные и натуральные и так далее. Вот Дмитрий пишет, сейчас немножечко отвлекусь, важно, чтобы театральная деятельность не стала формальной, однако, если она станет слишком структурированной или строго рекламентированной, это может подавить индивидуальное выражение и ограничить детей в их творчестве. Да, естественно, мы все с вами понимаем, что формальность, это вообще, мне кажется, при работе с детьми неприемлемо, на мой взгляд. Может быть, и кто-то делает это для галочки, но когда ты делаешь это для детей, это должно быть, опять же, не какой-то формальностью, а это должна быть хорошая включенность. И опять же, структура, она должна быть, но здесь педагог должен быть координатором, не диктатором, который у нас ставит сверху и говорит о том, как надо делать, куда идти. А здесь у нас педагог – это модератор и координатор, который направляет ребенка, а дальше уже выбор за ребенком. Мы все с вами понимаем, что там, где мы можем дать выбор, то мы даем выбор, а там, где нужно немножечко регламентировать, то там мы немножечко подправляем. Но опять же, мы делаем это не в директивной форме, не давя на детей сверху, мы это делаем, да, вот важно отыскать баланс. Мы делаем это так, чтобы ребенок сам захотел это сделать. Здесь театр, опять же, один из важнейших видов искусств, который связан и с литературой. Мы все с вами понимаем, что литература и знакомство с ней – это тоже очень важный момент. И на основе театра мы можем приобщать любовь не только к театру, не только к творчеству, но и к литературе. Театр способен, пропустив сквозь себя литературное воспроизведение, воссоздать действительность не в мыслях читающихся, а как наглядное вещество, то есть внешне. Основная цель именно театрального воспитания – это привитие ценностей, да, и образовательные и воспитательные возможности театра тоже, они очень широки. Сенсорный театр отличается от обычной театральной деятельности, да, наличием сенсорных стимулов, которые направлены на зрителей. Это слуховые стимулы, это, сейчас минутку, каналы восприятия, да, мы все подключаем к театральной деятельности. Здесь мы помогаем ребенку познакомиться с окружающим миром, побудить к размышлению, да, и, опять же, эти размышления должен инициировать педагог, но он должен, опять же, инициировать это так, чтобы это было очень аккуратно и, как бы, мягко. Недостаток реальных ощущений, которые сейчас у нас происходят, они могут негативно сказываться на, опять же, развитии ребенка. Наша минимизация живого общения, она, опять же, влияет на коммуникативные навыки, особенно дошкольников. Если взрослые люди это могут как-то корректировать, то у дошкольников это очень ярко выражено. Именно тот момент, что дети сейчас, как я уже сказала, да, за счет гаджетизации, они немножечко ограничены в своей деятельности. Как я уже сказала, да, все это негативно сказывается не только на общем развитии, но и на речи ребенка. Речь становится невыразительной и неразвитой. Театр может решить эти вопросы, театр может решить эти запросы. Театр в жизни дошкольного образовательного учреждения может быть, как я уже говорила, кукольным, марионеточным или пальчиковым театром. Наверное, какой-то из этих, которые я сейчас перечислил, вы используете. Театр Бибабо, настольный и теневой театр, театрализованные игры, семейный театр и театр ощущений или сцены. О том, о чем мы сегодня с вами говорили. Если есть какие-то вопросы, буквально полминуточки у вас есть, вы можете их задать. Я сейчас попробую дать ссылочку. Ну, в общем, что мне хотелось вам сказать сегодня о театральной деятельности. Ну, так кратко. Вообще информации очень много. Если какой-то из видов театра вас заинтересовал, вы можете тоже написать. Возможно, по этому веби-театру можно будет сделать прям отдельный вебинар. Ну, на сегодня у меня все. Сейчас, немножечко позже, я тогда, если мне разрешат, дам ссылочку. Ну, буду постепенно завершать. Насколько я вижу, пока вопросов нет. Было очень приятно с вами работать. Спасибо большое, что активно включаетесь в обсуждение. Делитесь своими наработками, эмоциями, своим мнением. Очень приятно то, что заинтересованы в этом. Ну, на сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok